Кришна радует своих преданных Несколько дней подряд Кришна слушал подробные рассказы Уддавы о его поездке во Вриндаван. Ему хотелось узнать обо всем, в особенности о том, как живут его отец и мать, гопи и его друзья-пастухи. Господь Кришна был очень рад, что Уддава сумел утешить их своими наставлениями и привезенным от него письмом. Вскоре после этого Господь Кришна решил посетить дом Кубджи, горбуньи, которая угодила ему, поднеся сандаловую пасту, в тот день, когда он вошел в Матхуру. Как сказано в Бхагавадгите, Кришна всегда старается угодить своим преданным в той же мере, в какой они стараются угодить ему. Преданные в глубине души всегда думают о Кришне, и Кришна тоже думает о них. После того, как Кубджа превратилась в красивую девушку, она стала блудницей. Ей очень хотелось, чтобы Кришна пришел к ней в дом, чтобы она могла принять его и почтить по-своему. Блудницы обычно предлагают клиентам свое тело, чтобы те наслаждались им. Кубджа, однако, вожделила Кришне и хотела, чтобы он утолил ее страсть. Разумеется, Кришна решил пойти к Кубджи не из желания вкусить удовольствие. Она уже угодила ему, когда поднесла сандаловую пасту. И все же он решил посетить ее дом, чтобы порадовать Кубджу и утолить ее страсть. Его истинной целью было не насладиться ее обществом, а превратить ее в чистую преданную. Кришне постоянно служат тысячи богинь процветания. Поэтому ему не нужно ходить к блудницам, чтобы усладить свои чувства. Однако, будучи неизменно добрым и милостивым ко всем, Кришна согласился прийти к Кубджи. Говорят, что луна льет свет даже на дворы порочных людей, так и Кришна не отказывает в божественной милости тем, кто оказал ему какую-нибудь услугу, неважно, вызвана ли она вожделением, гневом, страхом или чистой любовью. В читании Чуритамрити говорится, что когда преданный хочет служить Кришне и одновременно жаждет удовольствия, Кришна устраивает так, что преданный забывает о своих материальных желаниях и, полностью очистившись, посвящает всего себя служению Господу. Исполняя свое обещание, Кришна вместе с Удовой отправился в дом Кубджи, которая мечтала о том, чтобы Кришна пришел к ней и утолил ее вожделение. Подойдя к ее дому, Кришна увидел, что он украшен и обставлен так, чтобы распалить в мужчине страсть. Судя по всему, по стенам были развешаны картины с изображениями обнаженной натуры, флажки и балдахины над роскошными кроватями были расшиты жемчугом, кругом стояли удобные ложа и мягкие кушетки. Комнаты были освещены красивыми светильниками, увешаны гирляндами из цветов, окурены благовониями и обрызганы душистой водой. Когда Кубджа увидела, что в ее дом, как и обещал, пожаловал Господь Кришна, она тотчас поднялась с кушетки, чтобы оказать ему радушный прием. Вместе с ней навстречу Господу вышли ее подруги. С величайшим почтением Кубджа приветствовала Кришну. Усадив его на почетное место, она совершила все надлежащие обряды, как подобало в ее положении. С таким же почтением Кубджа и ее подруги приняли Уддаву, но тот, не желая сидеть на одном уровне со своим господином, просто сел на пол. Как принято в таких случаях, Кришна, не теряя времени, вошел в опочивальню Кубджи. Тем временем Кубджа совершила омовение и умастила свое тело сандаловой пастой. Она надела на себя красивые одежды, дорогие украшения и гирлянды из цветов. Пожевав бетель и другие возбуждающие смеси, надушившись, она предстала перед Кришной. Бросая на него игривые взгляды и играя бровями, Кубджа, как свойственно женщинам, смущенно улыбалась. Приняв грациозную позу, она стояла перед Господом Кришной, которого зовут Мадовой, супругом богини процветания. Увидев, что Кубджа колеблется, не решаясь к нему подойти, Кришна взял девушку за украшенную браслетами руку, с большой нежностью прилег к себе и усадил рядом. Только благодаря тому, что Кубджа однажды поднесла Верховному Господу Кришне сандаловую пасту, она освободилась от всех последствий своих грехов и стала достойной вкусить с Ним наслаждений. Она взложила лотосные стопы Кришны на свою грудь, пылавшую жгучим огнем страсти. Но едва Кубджа вдохнула аромат стоп Господа, как тут же избавилась от всех плотских желаний, и Кришна позволил ей обнять себя. Так осуществилась ее заветная мечта о том, чтобы он посетил ее дом. В Бхагавадгите говорится, что прежде чем посвятить себя исполненному любви, трансцендентному служению Господу, человек должен полностью освободиться от бремени грехов, совершенных им в материальном мире. Кубджа была вознаграждена только за то, что поднесла Кришне сандаловую пасту, но никто не обучал ее тому, как надо поклоняться Кришне, поэтому она хотела удовлетворить его с помощью своего ремесла. В Бхагавадгите также сказано, что человек может поклоняться Господу даже своим трудом, если он искренне стремится ему угодить. Как сказано в Ведах, верховная Личность Бога обладает бесчисленными энергиями. По мнению людей сведущих, Кубджа олицетворяет энергию Кришны Бхушакти, так же, как Шримати Радхарани олицетворяет его энергию Чит-шакти. Хотя Кубджа просила Кришну побыть у нее несколько дней, он учтиво объяснил ей, что не может остаться. Кришна лишь изредка приходит в материальный мир, тогда как в духовном мире он остается вечно. Кришна всегда пребывает на планетах Вайкундхи или на Галоке Вриндавани, и его пребывание в духовном мире именуется Апракаталилой. Утешив Кубджу ласковыми словами, Кришна вернулся домой вместе с Суддовой. В Шимадбхагаватам в предостережении нам говорится, что поклоняться Кришне отнюдь нелегко, ибо Он — Верховная Личность Бога, главное — из Вишну Татв. Получить возможность поклоняться Кришне или общаться с Ним очень трудно. Особенно осторожными должны быть преданные, которых привлекают супружеские отношения с Кришной. Им ни в коем случае не следует искать удовольствий в близком общении с Господом. Удовлетворять потребности чувств значит заниматься материальной деятельностью. В духовном мире любовь тоже проявляется в поцелуях и объятиях, но там никто не стремится удовлетворить свою плоть, как это свойственно людям, живущим в материальном мире. Это предупреждение особенно касается людей, называемых сахаджиями, которые считают Кришну обычным человеком и стремятся к извращенным плотским отношениям с Ним. В духовных взаимоотношениях нет стремления удовлетворять потребности собственных чувств. Того, кто в общении с Кришной ищет удовольствий, нужно считать неразумным человеком. Он должен изменить свое умонастроение. Затем Кришна, как и обещал, навестил Акруру. Акрура относился к Кришне как к слуга, к господину, поэтому Кришна хотел, чтобы он как-то послужил ему. Он отправился к нему в сопровождении Господа Баларамы и Удовы. Когда гости приблизились к дому, Акрура вышел им навстречу, обнял Удову и почтительно склонился перед Господом Кришной и Баларамой. Кришна, Баларама и Удова, в свою очередь, почтительно приветствовали его. Когда по приглашению хозяина все удобно уселись, Акрура омыл гостям стопы и окропил этой водой свою голову. Затем, как принято, он почтил гостей, преподнеся им красивые одежды, цветы и сандаловую пасту. Все трое были очень довольны приемом, оказанным Акрурой. Затем Акрура низко до земли склонился перед Кришной, положив его лотосные стопы себе на колени, он стал бережно их растирать. Когда Акрура достаточно насладился присутствием Кришны и Баларамы, он со слезами любви на глазах стал возносить Кришне молитвы. Мои возлюбленные Господь Кришна и Господь Баларама, вы сделали доброе дело, убив Камсу и его приспешников и тем самым избавив рот яду от величайшей напасти. Ядовы всегда будут помнить, как вы спасли их великий род. О, Господь Кришна и Баларама! Каждый из вас есть изначальная личность, источник всего, первопричина всех причин. Вы — обладатели непостижимой энергии, вы пребываете всюду. Нет причины следствий, грубых или тонких, которые существовали бы вне вас. Каждый из вас есть верховный брахман, который постигают, изучая веды. Мы видим вас только благодаря вашей непостижимой энергии. Создав своими энергиями материальный космос, вы сами входите в него. Как пять материальных стихий — земля, вода, огонь, воздух и небо — присутствуют во всем многообразии материальных тел, так и ты, о Господь, один входишь в разнообразные тела, созданные твоей энергией. Ты входишь в каждое тело и как индивидуальная душа, и как сверхдуша. В Бхагавадгите подтверждается, что материальные тела создаются низшей энергии Кришны. Там говорится, что живые существа, индивидуальные души, являются его неотъемлемыми частицами, а сверхдуша — его воплощением, пребывающим в сердце каждого. Таким образом, хотя материальное тело, душа и сверхдуша в совокупности составляют индивидуальное живое существо, изначально все они — различные энергии Верховного Господа. В материальном мире продолжал Акрура. Ты, о Господь, создаешь, поддерживаешь и уничтожаешь все сотворенное через взаимодействие гун благости, страсти и невежества. Но сам ты не испытываешь их влияния, поскольку обладаешь высшим знанием, которое, в отличие от знания индивидуальных живых существ, не может быть окутано материальными гунами. Верховный Господь входит в материальную вселенную и в урочное время создает, поддерживает и разрушает ее, тогда как неотъемлемая частица Господа, живое существо, входит в материальное тело, созданное для него из материальных элементов. Различие между живым существом и Господом заключается в том, что живое существо — это неотъемлемая частица Господа, склонная попадать под влияние материальных гун. Но Кришна, парабрахман или Верховный Брахман, вечно обладающий всей полнотой знания, никогда не подвергается воздействию этих гун. Поэтому Кришну называют «ачьютой», что значит «тот, кому никогда не грозит грехопадение». Материальная энергия не может помешать Кришне сознавать себя духовной сущностью, тогда как живые существа, крохотные частицы Господа, под ее влиянием склонны забывать о своей духовной природе. Индивидуальные живые существа — это вечные неотъемлемые частицы Бога, крошечные искры изначального огня Кришны. Искры, в отличие от пылающего огня, легко гаснут. Точно так же материальная энергия может легко одолеть живых существ, но ей никогда не одолеть Кришну. «Люди не слишком разумно и заблуждаются, считая твое божественное тело творением материальной энергии», продолжал Акрура. «Это мнение ошибочно и к тебе неприложимо. Ты всецело духовен, и между тобой и твоим телом нет разницы. Поэтому не может быть и речи о том, чтобы ты оказался во власти материальной энергии или стремился к освобождению из ее плена. Ты всегда, при любых обстоятельствах, остаешься свободным. Как сказано в Бхагавадгите, «Только глупцы и невежды считают тебя обычным человеком». Тот, кто думает, что Господь, как и мы, находится во власти материальной природы, ошибается, ибо знание Его несовершенно. О, Господь! Люди, которые отвергли знание ветвь Его в первозданном виде, пытаются отождествить обычных живых существ с тобой. Поэтому ты явился в своем изначальном облике, дабы вновь утвердить истинное знание о том, что живые существа неравны Богу и никогда не станут им. О, Господь! Ты всегда пребываешь в неоскверненной благости, шудосатве. Ты пришел на землю для того, чтобы утвердить истинное знание ветвь и противопоставить Его философии безбожников, которые пытаются отождествить Бога и живых существ. О, возлюбленный Господь Кришна! На этот раз, вместе со Шри Баларамой, Твоим полным воплощением, Ты явился в доме Васудевы, как его сын. Ты пришел для того, чтобы уничтожить безбожные царские роды и накопленную ими военную мощь. Своим приходом Ты хочешь облегчить премя земли, и чтобы исполнить эту миссию и прославить династию Яду, Ты стал одним из Ядовов. О, возлюбленный Господь! Своим присутствием Ты очистил сегодня мой дом. Во всем мире нет человека счастливее меня, ведь ко мне пожаловал сам Верховный Господь, сверхдуша Всего Сущего, почитаемый полубогами, питами, царями, императорами и всеми прочими живыми существами. Вода, омывающая лотосные стопы Господа, очищает все три мира, но сейчас Он сам милостиво посетил мое жилище. Какой человек в трех мирах, из числа тех, кто обладает знанием, не станет искать прибежище у твоих лотосных стоп и не предастся тебе всем сердцем? Нужно быть последним глупцом, чтобы, зная, как безмерно дороги тебе твои преданные, не захотеть стать одним из них? Все ведические писания провозглашают, что Ты лучший друг всех живущих. Об этом говорится в Бхагавадгите Сухридам Сарвабутанам. Ты, Верховный Господь, способный исполнить любые желания своих преданных. Ты истинный друг каждого, но хотя Ты всего себя отдаешь своим преданным, Твоя изначальная энергия не истощается, она никогда не пребывает и не убывает. О, Возлюбленный Господь, даже великим йогам-мистикам и полубогам очень трудно постичь Твое деяние или приблизиться к Тебе. И все же Ты по своей неизъяснимой милости соблаговолил сегодня посетить мой дом. Это самая благословенная минута моих странствий в материальном мире. Только по Твоей милости я сумел понять, что мой дом, моя жена, дети и мои богатства — все это путы материального бытия. Прошу Тебя, разорви эти путы и спаси меня из плена иллюзорного общества дружбы и любви. Господь Шри Кришна был очень доволен молитвой Акруры. С ласковой улыбкой, которая все больше пленяла Акруру, он ответил на его смиренные изъявления преданности. Акрура, невзирая на Твое смирение, я признаю Тебя старшим. Для меня Ты стоишь на одном уровне с моим отцом, и потому я считаю Тебя своим наставником и самым верным и любящим другом. Отныне я буду всячески почитать Тебя, и поскольку Ты мой дядя, надеюсь, Ты всегда будешь моим надежным защитником. Я хочу, чтобы Ты заботился обо мне и считал меня одним из Своих сыновей. Я преклоняюсь перед Тобой не только как перед старшим членом семьи, но и как перед возвышенным преданным, достойным всеобщего почитания. Каждый, кто стремится к успеху и благополучию, должен поклоняться таким великим душам, как Ты, ибо они превосходят даже полубогов. Люди поклоняются полубогам ради материальных благ, и полубоги в награду за это дают им свои благословения, но такой преданный, как Ты, Акрура, всегда готов дать людям высшее благословение. Святой или преданный щедро дарит каждому свои благословения, тогда как полубоги дают их только тем, кто им поклоняется. Получить благо от посещения места паломничества можно только проделав длинный путь, и те, кто поклоняется полубогам, получают желаемое лишь после долгого ожидания. Но такие святые, как Ты, у Акрура, могут тотчас исполнить все желания любого преданного. Ты всегда останешься нашим другом и доброжелателем. Ради нашего блага Ты готов сделать все. Поэтому, прошу Тебя, поезжай в Хастинапур и узнай, все ли благополучно у пандавов. Кришна беспокоился о сыновьях Панду, потому что они в раннем возрасте лишились отца. Кришна с большим дружелюбием относился к пандавам, которые были его преданными. Он тревожился за них и потому отправил Акруру в Хастинапур, чтобы узнать, как там обстоят дела. Я слышал, продолжал Кришна, что после кончины царя Панду его юные сыновья Ютхистира, Пима, Арджуна, Накула и Сахадева вместе с их овдовевшей матерью были поручены заботам Дритараштры, который стал их опекуном. Но я также слышал, что Дритараштра не только слеп от рождения, он слеп еще и от любви к своему жестокому сыну Дурьотхане. Пятеро пандавов, сыновья царя Панду, но Дритараштра из-за происков коварного Дурьотханы относится к ним отнюдь неблагосклонно. Побывай там и посмотри, как Дритараштра обходится с пандавами. Когда я получу от тебя весть, я подумаю, как им помочь. Приказав Акруре отправляться в Хастинапур, Кришна, верховная личность Бога, возвратился домой с сопровождаемой Баларамой и Уддовой. Так, в книге Бхактведанты Кришна, верховная личность Бога, заканчивается глава сорок восьмая. Кришна радует своих преданных. Субтитры создавал DimaTorzok